Вам приходилось использовать шалфей? Много ли положительных свойств у шалфея? Всегда ли можно использовать шалфей? Смотрите видео до конца и узнаете, в каких случаях поможет шалфей. Шалфей является многолетним травянистым растением. Лекарственная форма шалфея редко встречается в дикой природе. Его выращивают специально в качестве сырья для фитотерапии и как декоративное растение в саду. Луговой шалфей встречается повсеместно, но его полезные свойства значительно менее выражены. В качестве сырья для приготовления лекарственных форм используются листья и соцветия растений лечебного шалфея. Какими свойствами обладает шалфей? Шалфей в своем составе содержит биологически активные вещества, витамины и минералы. Он обладает возможностью положительно воздействовать на организм. Его целебная сила в следующем. Уменьшает проявление воспаления, помогает справиться с воспалительными изменениями любой локализации. Уничтожает патогенные микроорганизмы, включая грибки. Способствует повышению защитных сил организма, стимулирует иммунитет. Борется с воздействием свободных радикалов, поскольку содержит активные антиоксиданты. Стимулирует регенерацию и омоложение клеток. Выводит лишнюю жидкость, является противоотечным и мочегонным средством. Разжижает мокроту и облегчает выделение ее из бронхов. Уменьшает интоксикацию, способствует очищению организма. Успокаивает нервную систему, улучшает сон. Уменьшает секрецию потовых и сальных желез кожи, может применяться в качестве натурального антиперспиранта. Снимает боли и останавливает кровотечение. Улучшает секрецию пищеварительных желез. Благодаря такому количеству положительных качеств применяется в различных разделах медицины. Какие лекарственные средства практикуются с использованием шалфея? Для использования травы в лечебных целях возможно приготавливать. Отвар. Его следует делать, заливая кипятком траву, проваривая на медленном огне в течение 10 минут и последующего настаивания. На стакан кипятка берется столовая ложка сырья. Настой приготавливается заливанием кипятком травы с последующим настаиванием в теплом месте. Можно делать настой в термосе. На столовую ложку шалфея используется стакан воды. Настойка делается на водке. Необходимо залить 500 мл водки, 3 столовые ложки цветов и листьев шалфея. Настойка выдерживается месяц, потом используется разведенная водой. При каких заболеваниях помогает шалфей? Шалфей применяется широко для купирования воспалительных проявлений при поражении респираторного тракта, органов пищеварения, мочеводелительных органов. Траву назначают стоматологи, отоларингологи, урологи, гинекологи, терапевты. Она помогает нейтрализовать повышенную потливость и симптомы климактерического периода. Используется в качестве профилактического средства от атеросклероза и при заболеваниях сосудов. Местно применяется при стоматите и кожных заболеваниях. Помогает лечить болезни печени, стимулирует желчоотделение. Шалфей используется для остановки лактации, нормализации цикличности женского организма. Применяется для устранения воздействия на организм травмирующих стрессовых ситуаций. Какие противопоказания к использованию шалфея? Не стоит использовать шалфей в следующих ситуациях. Во время беременности и в период грудного вскармливания. При наличии склонности к судорогам эпилепсии. Печеночной и почечной недостаточности. Заболеваниях щитовидной железы. Если имеется аллергия на травы. В раннем детстве, если возраст пациентов менее 5 лет. В случае колебания артериального давления. Если противопоказаний к применению нет, то возможно использовать все лечебные возможности шалфея. Однако проводить лечение надо под контролем врача и по рекомендованной схеме. Особенно это касается случаев использования лечебных средств для приема внутрь.